Приветствую вас, дорогие братья и сестры, всем еще раз доброе утро. У нас прекрасный день, мы продолжаем размышлять об учении. И в прошлый раз мы говорили об этом, сегодня мы продолжим эти размышления. Послание, письмо апостола Павла в Рим, 12 глава, 7 стих. «Имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ли в учении?» Мы будем заканчивать тему учения. Апостол Павел обращается в церковь в Риме. Пишет в церкви, говорит, 12 глава, она такая, знаете, насыщенная, говорит о благодати Божьей, о том, что по этой благодати мы имеем различные дарования, и он, с одной стороны, выделяет каждое из дарований отдельно, а с другой стороны, обращает это слово к церкви в целом. И в прошлый раз я отмечал, что мы в свою меру каждый где-то можем быть учителем для кого-то. Может быть, не все друг для друга, но в свою меру каждый из нас применяет или обязан применить это дарование в своей жизни. То ли это в семье, то ли это среди друзей. Знаете, когда собирается компания, там всегда есть какой-то один-два человека, которые, ну, так сказать, влияют и в определенной мере заказывают музыку. И поэтому определяется по этой музыке, определяется хорошая эта компания или плохая. Ну, зависит от взглядов, которыми руководствуются эти люди, то ли пожилые, то ли средний молодой возраст. Итак, очень важно, чтобы, говоря о христианстве, говоря о церкви конкретно, мы понимали, что оно относится к нам, или вопрос учения относится к каждому из нас, ну и, во-первых, конечно, к служителю или к тем, кто несет служение в церкви. Учение – это информация, формирующая систему взгляда, образ мышления, отношения к людям, к жизни, ну и, конечно же, к Богу. Апостол Павел обращает свое письмо в Колоссы, в котором он говорит, 2 глава, 8 стих, следующие слова, послание к колосянам, 2, 8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Смотрите, это место он написал когда-то в Колоссы, это было начало нашей новой эры, почти 2000 лет назад. И вот на протяжении всей мировой истории, и начиная даже с тех времен, с того времени, уже тогда была опасность или разность между истинным, настоящим учением, или просто пустым обольщением, или философией по каким-то человеческим преданиям, понятиям, как было на то время в мире, где жили люди, а не по Христу. Всегда есть определенная, как сказать, борьба за владение миром. То есть люди используют одну информацию, люди используют другую информацию. И как ни странно, все-таки мы находимся под влиянием того или иного учения, через которое формируется наша вера, и под влиянием той или иной информации, которой полон весь мир. В наше время информация распространяется очень быстро, легко и просто, одним нажатием кнопки. И, собственно, вся технология и весь мир развития идет к тому, чтобы был момент или будет момент, будет время, когда все-таки Евангелие будет звучать и будет доступно для всех людей на Земле. И при этом будет использована информация, или наполнение, которое будет являться Евангелие. До недавних буквально лет, в нашем понимании, это значило, что надо куда-то выслать огромное количество миссионеров. Но где их взять и каким образом покрыть весь наш круглый земной шарик вот этими людьми? Оказывается, что у Бога есть еще какие-то, и еще, я не знаю, сколько G будет, 4, 5, 10, G, 25, 50, G, или еще какая связь будет. Но точно эта связь обеспечит возможность каждому дикарю в джунглях услышать благую весть. И знаете, буквально недавно мы как-то пытались объяснить, как же это вот, а вот, а если те не знают, а если те не услышат. Друзья, братья, сестры, все все услышат и все-все узнают. И это, собственно, не наша забота, что будет с ними. Наша забота пребывать в учении, и в это непростое время, в которое мы живем, все-таки исполнять Слово Божье и проповедовать Евангелие, proclaim the gospel, то, о чем мы слышали, брат Филипп нам говорил. Посмотрите, претензия, или претендуют на главенство миром постоянно те, кто владеет информацией. И вот по воскресении Христа, вы помните последняя глава Евангелия от Матфея, там было очень много свидетелей самого воскресения. Приходят ученики, приходят женщины, они видят камень отвален, ангел сам говорит, вот вы уже здесь, где он был положен, его нет, посмотрите, нет, видите, нет. Он воскрес. Выходят, встречаются с самим Господом. И знаете, вот у них, у всех, все персонажи, о которых там описано, и женщины, и ученики, у них у всех было на тот момент была возможность сомневаться. И мы часто читаем, и не поверили, и усомнились. Казалось бы, куда уже ближе, или куда уже дальше, как еще показать, вы сами являетесь свидетелями воскресения. Другие свидетели, это были воины, и они когда по воскресении Христа пришли в город, и рассказали начальствующим, что происходило. Им сказали, давайте у вас возьмет интервью CNN. И вы все там на этом интервью расскажете. Я просто так утрирую. Понятно, у нас есть разные компании, которые освещают новости, но эти люди сказали, написано так, довольно денег дали воинам. Вы скажите, что его украли. Если у вас возникнут неприятности, мы все это уладим. Мы наймем адвокатов, и все будет хорошо. И посмотрите, информация, она сделала свое дело. И там же, в этой же главе, эта ложь, написано так, и пронеслось это слово до сегодня. Оказывается, недорого стоило, написано довольно, а сколько это довольно, я не знаю, может у них стоял печатный станок, который печатал, знаете, как Федерал Резерв, сколько надо, столько дадим. Триллион, два, три, четыре, пять триллионов, разницы нет. Цель оправдывает средства, знаменитый лозунг большевиков. Средства пошли большие, миллионы человеческой жизни, а цель так и не достигнута. Итак, воскресение Христа, даже на тот момент, на реальное воскресение, реальный факт, оно сразу же подверглось, знаете, вопросом. И люди не верили, приходят, одни говорят, его украли, другие говорят, он воскрес. И уже тогда нужно было человеку выбрать, во что и кому он верит. И это очень важно. И апостол Павел, когда пишет свое письмо в Рим, извиняюсь, в Коринф, это первое письмо, первое послание в Коринф, пятнадцатую главу, он начинает, говоря о том, что я хочу напомнить вам Евангелие. Мы прочитаем с третьего по седьмой стих, первое Коринфянам, пятнадцать, три, семь. «Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев, братьев, в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили, потом явился Якову, также всем апостолам, и ниже он говорит, а потом явился и мне, как некоему извергу, потому что я огнал церковь Христову». Итак, вот этот момент, или эта важность, важная информация, или важная часть учения, была настолько важна, или часть Евангелия о том, что Христос умер, воскрес, и явился многим. Это было очень важно напомнить еще раз. И он в Коринфе пишет, говорит, что я вам напоминаю, я сам это принял, и вам говорю. Очень важно, когда мы смотрим или размышляем о учении Христовом, и сегодня мы говорим обучении о Евангелии, очень важно, чтобы мы определили свое отношение к этому учению. Почему? Потому что очень для нас это важно, насколько мы реально воспринимаем, насколько мы верим тому, что мы сами говорим или сами исповедуем. Тот же апостол пишет в Коринфе, говорит, что я, проповедуя другим, переживаю, чтобы и мне, а мне самому, который проповедует, не остаться вне благодати или не остаться вне Евангелия. Очень важно в нашей жизни, как мы относимся к учению, которое мы исповедуем. в послании к Ефесянам, 4 глава, апостол Павел пишет такие слова. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились так, как истина в Иисусе до сего момента». Знаете, немного выше, говоря о том, как мы живем в церкви, в теле Христовом, что происходит у нас в наших взаимоотношениях, как мы учим друг друга. Он говорит о прочих народах и говорит о том, что, выше немного, он говорит, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Всегда, когда мы находимся в общении с людьми, мы живем в обществе, так всегда было. Так было в одни израильского народа, это был определенный народ среди всех остальных народов, который Бог избрал, который Он вел, с которым Он имел дело напрямую. И многие люди, окружающие люди знали, что это за народ. И когда мы смотрим историю, были моменты, когда просто целые страны, народы, государства боялись того, что пришел этот народ. И они пытались каким-то образом защищаться и каким-то образом влиять. Но проблема была в том, когда вот эти люди, этот народ Божий, он хотел жить, как живут все народы вокруг. И апостол Павел, вот обращая свое письмо в Ефес, а сегодня это слово звучит к нам, говорит, чтобы так, как было раньше, не было у вас сейчас. И знаете, когда я понимаю или принимаю это к себе, я понимаю это так, то, что было вчера, чтобы не повторялось сегодня, чтобы я мог действительно меняться, не возвращаясь назад, не возвращаясь к каким-то, может быть, старым принципам или точкам зрения. Вы слышали о нем и в нем научились. И он говорит, что вы не так познали Христа. То есть вы, мы с вами отличаемся от других, может быть, учений, от других каких-то религиозных направлений, от других людей, народов, которые не поклоняются Христу, которые не исповедуют Его своим Спасителем. И чтобы понять немного разницу, как так и как не так, посмотрите, в первом послании, своем первом письме Иоанн во второй главе четвертый стих говорит такие слова. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает тот лжец и нет в нем истины. Можно говорить, что я гражданин той или иной страны, но не соблюдать законы этой страны. И я буду тоже лжецом. Посмотрите, говорить и жить это разные вещи. Иоанн уже тогда говорит, пишет свое письмо и говорит, что можете говорить, но если у вас по жизни не получается, то все, что вы говорите, бесполезно. Я могу долго объяснять, что я очень безопасный водитель, у меня хороший опыт, я не имею нарушений, но знаете, если взять мой принтаут и там из DMV мой рекорд будет тикет на тикете, то чтобы я кому не рассказывал, когда устраивается человек на работу, это все будет хорошо, это будут просто слова, но рекорд мой, который возьмут и проверят мой, кто я такой, как я езжу, насколько я безопасен на дороге, очень быстро покажет реальность жизни. Конечно же я буду говорить, что все виноваты, только не я. Вот виноват полицейский, они бывают виноваты, они бывают, потому что они тоже люди, есть люди, знаете, как хорошие врачи, хорошие полицейские, хорошие механики, хорошие водители, хорошие пекари, лекари, вот все это есть, доктора, да, и есть такие же плохие, потому что просто он такой человек, редиска, такое овощное название, понимаете, но суть в том, что можно много говорить, можно говорить, и я буду говорить, что я учу, я христианин, я пастор, я, 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 и скоро у меня уже вот крылья начнут сзади прорезаться, как у ангела, но это ничего не будет значить, если писание или то, что я проповедую, абсолютно будет неприменяемо в моей жизни, и оно будет очень далеко находиться от меня. сегодня люди хотят видеть в нас истину, хотят видеть в нас Бога. Знаете, вот сегодня много говорят об учении, учитель, учение, школа, сегодня школа размышляет, думает, уже где-то начались занятия, думают, как проводить занятия, все склоняются к тому, что ну вот как бы вот онлайн это не то, все равно нужно где-то ближе общение, то есть важно или эффективнее учение, когда ученики слышат учителя, то есть определенная близость нужна. Очень много учеников, и это такой древний метод, знаете, об апостоле Павле говорится, что он учился у ног Гамалиила, я понимаю, что это не было школа номер 18 города Кишинева, где там, знаете, было много учеников, где я учился, это было особое учение, каких-то опытных специалистов тоже обучают, потом тренируют, даже вплоть до личного уровня учитель-ученик, Казалось бы, ну, это только кому-то вот здесь, если говорить о Христе и нас, людях, ну, тогда, да, тогда это должен быть какой-то особый, это для особой касты людей. Друзья, уникальность отношений учителя и ученика в Божьем Царстве как раз и заключается в том, что каждый человек может иметь близкие отношения с Богом и отношения ученик-учитель они должны, могут, должны, и Господь этого хочет иметь взаимодействие, то есть обратная связь у нас должна существовать. Когда мы читаем историю Израиля, есть книга такая в Библии «Исход», выход из Египта в Египте, на то время мировой империи, сформировался этот народ, поменялись обстоятельства, поменялось руководство, государство, фараон стал ненавистным, знаете, а у Господа это был свой план. Когда-то Господь привел туда семью Иакова для того, чтобы спасти сначала Иосифа, тоже таким очень неприятным наверное для людей путем, потом пришел Иаков со своими братьями, было время благополучия, а потом началось что-то не то и знаете как-то поменялись обстоятельства и вот они Господь посылает Моисея выходит этот народ и ну вот знаете сколько чудес они пережили казалось бы ну вот это вот это самое идеальное отношение учитель и ученики у Христа у Христа такие отношения но ученики ходили за Иисусом ну три с половиной года по земле они видели его и днем и ночью и вечером видели знали как он проводил ночи в молитве ну все они они жили с ним рядом вот посмотрите израильский народ история или момент на который я хочу обратить внимание исход 13.22 исход 13.22 не отлучался столб столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа то есть присутствие Божье который чудесами и знамениями вывел их из плена постоянно было среди этого народа так написано что вот Бог выражал себя или являлся вот как сегодня вроде бы жаркий день да а тучи солнце закрыто ну и как бы не очень так и жарко потому что хоть солнце напрямую не палит создается какой-то парниковый эффект вот вот я не знаю насколько это было так но так написано что это было облако столб облачный и он не днем а огненной ночью не отличался то есть люди находились или весь народ находился в постоянном присутствии Бога это наверное были идеальные условия для взаимодействия для общения для служения и была реальная близость с Богом ну мы часто говорим что ну вот если бы что-то было иначе если бы были другие люди другие обстоятельства и Господь послал и дал и сделал и в общем ну масса условий ну тогда бы я может быть да Писание говорит что вот этот народ израильский он оставлен нам с вами как образы оставлен в пример для того чтобы мы не были похотливы на злое как они были похотливы знаете когда мы начинаем друг друга приводить в пример очень ну неприятно неудобно у нас есть израильские народы они точно не обидятся уже давно это все в истории и именно апостол Павел и приводит в послании Коринфянам вы знаете первое письмо 10 глава он почти целую главу посещает тому что он рассказывает как жили эти люди и какие близкие были отношения с Богом у них а когда мы читаем в посланиях евреям там есть такое в третьей главе заключение не могли войти за неверие знаете это говорит о том что присутствие Бога или как бы нахождение Бога среди народа еще не гарантировала то что эти люди все спасутся парадоксально но факт то что в виде все что происходит они все равно роптали все равно что-то было не так они не до конца доверяли они не верили там возникало очень много вопросов несогласий не туда идем не тот лидер ну много разного и это была целая история это была жизнь путешествие которое могло закончиться очень быстро больше месяц максимум больше месяца 40 дней оно продлилось на 40 лет и посмотрите казалось бы если бы мы то мы бы тогда ну вот вот это если как раз если исключить и наше желание и влияние но Господь Господь нас не создал не создал роботами он хочет чтобы мы принимали лично каждое осознанное решение у Господа на земле было 12 учеников их было больше ну а 12 которые постоянно были с ним мы читаем и знаем 12 апостолов исключая тех которые слушая его учения были моменты когда отходили от него люди даже исключая эти последние 12 один из них оказался Иудой предателем Господь знал Господь знал все и до последнего момента и этот человек Иуда он тоже имел шанс посмотрите мы все хотим чтобы Господь был близок к нам апостол Павел свою знаменитую проповедь в Ариапаге обращается к мудрым людям Греции на то время Афины он говорит о том что Бог недалеко от каждого из вас из нас и желание искать Бога оно заложено Богом в программу в наш компьютер человеческой личности дабы они искали Бога просто человек сегодня сам выбирает и определяет свои предмет своего поклонения еще одна аллегория уже в Евангелии от Иоанна мы читаем о том 5 глава 5 стих Евангелия от Иоанна и здесь Иоанн пишет о том используя аллегорию лозы и ветвей говорит о том какие отношения у нас могут должны быть с нашим учителем посмотрите 15.5 Иоанна Я есмь лоза а вы ветви кто пребывает во мне и я в нем тот приносит много плода ибо без меня не можете делать ничего выше он говорит что отец я виноградная лоза отец виноградарь и всякую которую не приносит плод он обрезает а та которая приносит плод он очищает чтобы она больше принесла плода слово божье и ветхий завет и новый завет очень приземленная к нашей жизни знаете человек склонен к тому чтобы где-то как-то погрузившись в какую-то мистику вот какой-то найти такой рецепт знаете как это в такую среду погрузился и вышел уже другим друзья наша греховная природа наша греховная плоть натура она меняется через наше подчинение и согласие с Иисусом Христом с Его жертвой только Он может нам дать эту силу вот посмотрите и при нашем участии если я Он говорит я лоза а вы ветви самое близкое отношение у виноградаря я люблю это замечать с виноградной веточкой это когда он ее очищает мне приходилось чистить виноград я думаю многие слушатели когда-то в жизни чистили кто-то занимался у кого-то дома росло может кто-то занимался виноградниками и вы знаете что это момент когда ты смотришь на эту веточку и думаешь сколько глазков оставить когда-то когда меня отец учил чистить виноград то мне всегда было жалко их обрезать хочется он говорит оставь три глазка это глазок это почечка на веточке а мне так хочется оставить ну хотя бы пять-шесть и я иногда где-то так это знаете ну жалко она такая красивая и кажется если больше оставишь она больше принесет плода но это так кажется а реально это все наоборот и нужно оставлять ровно столько сколько сколько нужно для того чтобы был плод это не значит под корень срезы нет но процесс очищения интересно что Господь нас он виноградарь и сегодня в церкви своей и вообще в мире Бог очищает каждого человека зная сколько он ему дал дарований бездарных людей в церкви нет сравнивает апостол Павел церковь с членами в нашем теле с нашим телом и у каждого члена есть свое дело есть свои дары и понимаете нельзя ногти постричь так чтобы остались только только ладонь никто из нас этого не делает взял и подстриг что там мелочится взял и пальцы подстриг нас Господь так не очищает мы свое тело так о нем не заботимся поэтому когда мы говорим о том что мы находимся или пребываем в учении это вот связь с нашим учителем связь с Господом очень хорошо как члены в теле и подчиняются главе у нас головной мозг он влияет на физиологию нашего тела так же само главой церкви является Христос и очень важно чтобы мы не теряли эту связь мы не отказывались от этой связи евангелист Иоанн пишет слова Христа в Евангелии от Иоанна по-моему шестая глава он говорит кто будет есть плоть мою и пить кровь мою он говорит о теле своем это тоже аллегория и он и для учеников и для многих людей это были странные слова как это может быть ты о чем говоришь но мы не можем сказать что мы истинно его ученики если если у нас слово божие или учение Христово просто на слуху а когда заканчивается вот это все служение там где мы находимся начинается реальная жизнь там совершенно другие принципы по которым живут люди многие пользуются принципом таким с волками жить по волчьи выть ну такая знаменитая советская поговорка знаете несмотря ни на что Господь говорит что отец небесного отца небесного он просил чтобы не взять учеников из мира не забрать не отделить не изолировать а сохранить их в этом мире и причем сохранить так чтобы они еще влияли на окружающий мир итак наше учение о котором мы говорим оно оно очень приземленное к нашей жизни очень приземленное и апостол Павел в этом же послании Ефесянам 4 глава 22 и 24 стих говорит следующие слова отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека созданного по Богу в праведности и святости и истины мы уже говорили что он написал но вы не так познали Христа и вот здесь мы поговорим о том в чем выражается результат нашего научения у Иисуса или результат того что мы его познали мы говорим что знаем Господа мы научились слышали о нем и в нем научились ибо истина в Иисусе и так первое что он говорит отложить образ жизни ветхого человека обновиться облечься в нового человека интересно что оно все звучит знаете как образ какого-то супермена супермена супер христианского или какого-то зная очень такого знаете духовного духовного очень духовного христианина я так себе думаю вот это прочитали послание в Ефесской церкви потом прочитали в другой раз потом еще в другой церкви и так далее и читается до сих пор и каждый раз это слово обращается к церкви к христианам к людям которые исповедуют Иисуса Христа своим спасителям и каждый раз оно для нас свеже живо действенное острее всякого меча бою до острова и оно должно приносить плод в жизни нашей если оно растворяется верой нашей знаете очень важно посмотрите отложить образ жизни это же не так просто но но всегда так было вот знаете для нас людей живущих здесь в эмиграции кто-то давно приехал кто-то недавно кто-то кто-то у кого-то дети приехали маленькие выросли здесь у кого-то дети родились здесь кто-то кого-то привезли сюда уже или приехал в зрелом возрасте но вот суть нового и старого очень хорошо прослеживается когда мы видим в жизни в простой жизни разность культуры разность воспитания разность восприятия окружающей среды окружающих общения с людьми восприятие общества восприятие государственной системы и вот отложить образ жизни не так просто потому что мы привыкли к тому что было и и не всегда это плохо и очень часто я смотрю какой-то материал выбрасывать и я бы никогда его не выбросил и особенно настройках да я смотрю другие вещи я бы это все собрал а куда и где а что потом с ним делать и потом когда ты уже начинаешь понимать что происходит ты понимаешь что система работает так что ну если это все собрать надо платить чтобы его собирать где-то его держать где-то а потом кому-то платить кто будет это все сортировать и в конце концов это все затея стоит дороже чем вот это просто что осталось выбросить на переработку но для того чтобы это понять или принять мне нужно оставить то что было там где я вырос с другой культуры с другой страны и очень часто иногда родители мы родители не понимаем наших детей потому что ну они ну они здесь выросли они не знают секретов советской экономики да и собственно наверное слава богу что они не знают там так все было хорошо но всегда люди склонны вспоминать то что было раньше и в принципе это неплохо вспоминается это всегда хорошее но в евангелии мы читаем когда христос рассказывает об истории когда бог уничтожил садом гоморру и города крестности это была такая трагедия мирового значения то там есть один момент о котором сказано очень кратко вспоминайте жену лотову ангелы выводили лота только две дочери пошли и жена шла вместе но все-таки конечно это образ это аллегория для многих но понимаете но это была жизнь и сказал не поворачивайся ну как не повернуться ну там же все родное осталось представляете вы уезжаете поездом с вокзала в Америку и не повернуться на свой вокзал да или там на аэропорт не повернуться ну кажется какие-то неестественные требования но я думаю но я думаю что это не было просто взгляд не крути головой да она оглянулась назад она не не была готова к переменам да она не хотела оставить тот образ жизни это как пример братья сестры дорогие слушатели друзья это не значит что вы все смотрите в садом речь не о том просто когда апостол Павел говорит отложить прежний образ жизни ветхого человека это вся наша греховная природа натура с нашим с нашей духовной греховностью с нашей культурой с нашими понятиями мнениями вот это и удивительно то что это надо делать каждый день это не значит что вы когда Христос нас спас это значило что уже эта природа значит она не имеет над нами власти и мы имеем свободу выбора и апостол Павел говоря и рассуждая о плоти о духовном плотском человеке он говорит что я каждый день умираю вот такая наша греховная натура живучая поэтому отложить прежний образ нам приходится и нужно делать ну практически ежедневно потому что прежний образ вчера сегодня и завтра дай бог чтобы это были разные образы и так это сделать непросто очень часто и всегда тянет назад обновиться новое всегда страшно реально неизвестность неопределенность затраты неудобства некомфортность перемены всегда тяжело воспринимаются кто работает знает вот у вас на работе например в компьютере компания решила поменять всю программу софтвер сколько это головной боли и так оно есть реально или где-то в другом мире постоянно что-то меняется и это вот постоянно новое оно даже где-то аж раздражает ну вот работала программа ну че надо вот что-то придумать я говорю даже в своей отрасли я знаю в автопромышленности там тоже постоянно что-то придумают и я просто хочу сказать не претендуя на абсолютное сменение но чаще всего что-то новое это определенная головная боль ну так просто ну надо к нему привыкать надо к нему знаете как-то ну свыкнуться узнать понять новое не всегда встречается на ура может быть новая одежда или новая машина но она очень быстро не ура оказывается что в новой машине больше компьютеров больше шансов того что что-то не сработает больше шансов что загорится чек-энжин и вам надо еще больше тратить ну вот а хочется нового знаете в церкви и у нас христиан тоже сложно представляете новая церковь или новое место для церкви это же сколько забот это неизвестно где неизвестно что неизвестно как и кто придет и что будет а новое служение это опять знаете ну хочется чтобы оно было так вот по-старому старый уклад все как было но иногда господь нам дает какие-то видения намерения направления о новых служениях а иногда господь делает более такие радикальные меры принимает и знаете ко всем сразу как например условия в которых мы живем вот эта пандемия вирус и так далее знаете оно как-то так сразу и на всех повлияло и можно сказать ничего хорошего в этих новостях нет ну господь знает зачем нам эти новости так сказать в кавычках зачем нам все вот это когда мы говорим о каком-то новом служении или новом видении оно всегда пугает что это такое что за что за идея откуда она взята что от нас хотят что это ты придумал что это он придумал она или кто-то другой неужели не сидится друзья так написано что не сидится обновиться духом ума вашего апостол павел пишет в колоссы и говорит о том что новый человек который постоянно обновляется в познании господа иисуса христа и вот представляете для учеников когда христос вознесся для них открылась новая страница служения потом начались гонения потом начались новые церкви а до них появилась новая география появились новые места появились где-то знаете какие-то моменты в которых не очень хотелось бы попадать и это не было знаете праздничная такая делегация на лимузинах с полным баром напитков и еды с цветами внутри и снаружи вот так неслось евангелие ну совсем не так абсолютно не так тем не менее писание призывает нас обновляться облечься в нового человека принять новый образ жизни по богу в праведности святости истинности знаете когда мы с нашей жизни принимаем например американское гражданство мы у нас появляются определенные права обязанности и мы уже граждане этой страны и даже когда случаются разные обстоятельства жизни для граждан одни правила для всех остальных чаще бывают другие поэтому и нас если мы говорим о том что мы готовы облечься или облечься в нового человека и тем более который имеет образец в боге в праведности святости истины это тоже для этого нужно нужно приложить определенные усилия итак если мы все-таки согласны с образом некоего некоего супермена о чем павел написал то ниже он говорит в чем же это выражается конкретно вот у нас есть новое обновились обле облеклись отложили и началась новая жизнь и знаете эта жизнь тоже очень приземленная это не космос не полеты на луну во сне и ничего то такое вообще знаете слишком очень мистически духовно это реальная жизнь и посмотрите насколько реально он ниже пишет поэтому отвергнувши ложь говорите истину ближнему своему алло здрасте ты занят так не хотелось этот звонок брать и отвечать да я очень занят но а реально то я не занят привет ты можешь помочь нет я занят можешь сделать это нет я не могу а это это просто быт быт наша обыденная жизнь и вот здесь говорить истину знаете иногда даже не задумываешься а что тут это что обязательно ну давай делай уроки потом папа тебя куда-то повезет а папа заранее знает что он врет он никуда его не повезет просто надо что-нибудь сказать он успокоился или она делали уроки или просто перестали мотать нервы или вот что-нибудь автоматически обещаешь но ты но ты заранее знаешь ты даже не не то что знаешь ты даже не обращаешь внимания на то что что это не так что что ты этого не сделаешь друзья представляете члены в нашем теле начинают врать друг другу это не это нереально это просто нереально правая рука врет левой это нереально ну понятно что в теле физике нереально но апостол павел об этом пишет делает замечание говорит отвергнувши ложь говорите истину каждой ближнему своему потому что мы члены друг другу мы довольно тесны в учении с нашим учителем главой христом и мы все остальные составляющие тела во христе ну бывает знаете кто-то говорит это святая ложь оправданная ложь и так далее это разные моменты а вот если ты должен там сказать и ты сказать знаете правду и неправду и начинает вспоминать массу историй знаете я не знаю момента когда нужно было лгать и господь говорил ну а здесь вы немножко соврите это же ради евангелия можете здесь обмануть а там наврать нету такого в писании история рассказывает одну историю что было время когда в стране где мы жили преследование верующих было не такое преследование как некоторые сегодня пытаются как сказать возбудить преследование а мы соберем а мы без масок а мы а мы как-то где-то ну все-таки вызовем огонь на себя это не преследование преследование так сказал что христос все вот колумбайн помните в денвере было этот террорист ходил спрашивал исповедуешь христа все бом нету вот это преследование было время искали одного человека я не знаю назовем его Иван Петрович он едет на машине грузовая машина тогда советская страна другой такой не знаю пели в песне транспорт был такая полуторка грузовая и ты трясешься в деревянном кузове ставили скамейки это назывался автобус ну и брезентом крытая едут останавливают на посту ищут человека верующего пастора ну и спрашивают останавливается значит подходит этот там солдат здесь Иван Петрович есть а он сидит прямо с края из сидящих здесь есть Иван Петрович он откидывает брезент встает и кричит в кузов из сидящих есть Иван Петрович передает вопрос они говорят нет он говорит из сидящих нет все езжай все произошло автоматически кажется да но этот Иван Петрович никого не обманул он ничего не соврал он просто спросил дальше из тех кто сидит и все и ну и таким образом он избежал его не поймали и так далее но масса примеров я не хочу занимать время было именно вот таких примеров когда не нужно было говорить ложь и апостол Павел к этому призывает еще один момент реальной жизни или проявление учения Христова в нашей жизни кто крал впредь не кради а лучше трудись делая своими руками полезное чтобы было из чего уделять нуждающемуся ну ну вот здесь тоже пример ветхого ветхой или старой культуры кто с советского союза прекрасно знает что за крома родины они были бездонны и почему они были бездонны потому что родина обокрала свой народ а народ в свою очередь давал себе право воровать у этой родины и они говорили оправдывая все вокруг народное все вокруг мое вот в такой системе мы жили как бы знаете и это было непросто ну не делать этого но это было наше ближайшее прошлое но апостол павел пишет в ефес и наверное там в жизни этих людей которые пришли к богу тоже были эти моменты тогда было очень много рабов которые служили своим господам и чем не обрадовать своего господина как что-нибудь не стянуть кто-то говорил что на советский завод люди ходили чтобы что-то украсть и если человек с завода шел домой без ничего день не удался слава богу мы живем в такой стране где где не надо красть можно работать но еще цели есть для того чтобы было из чего уделить нуждающимся о перспектива реальная серьезная перспектива дорогие друзья мы с вами очень четко знаем когда и что мы делаем по учению Иисуса Христа а когда нет еще один момент никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидания вере дабы оно доставляло благодать слушающим а что такое гнилое слово есть хорошие слова да а слово имеет силу помните и знаем мы это из писания словом божьим содержится вся земля слово которое мы исповедуем слово которое несет в себе благодать оно доброе слово все остальные слова апостол павел пишет гнилые знаете это и зависть и злоречие и наговоры много 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 разных слов и кажется или можно было бы сказать что вот это ну человек не ругается там плохими словами не скверно словит о значит у него слова все хорошие ни одного гнилого нет друзья гниль это определитель информации которая заложена в наши слова мы можем красивыми словами сказать очень плохо о человеке там можно и у многих это получается и я в этом не исключение друзья но когда мы читаем эти слова и господь говорит чтобы слово ваше назидание вере давало доставляет благодать слушающим просто нужно обратить внимание когда мы общаемся мы общаемся посредством слов на уровне мысли еще нет пока что мы говорим и о чем мы говорим вот знаете мы сегодня вспоминали израильские народы и вот псалом 105 там очень много сказано о них псалмопеец пишет сколько у них было разговоров и там есть момент такой роптали в шатрах своих когда мы начинаем роптать над кого-либо на что-либо это уже гнилые слова почему потому что они не дают благодать вы когда-нибудь пробовали ну например фрукты в один ящик яблок положить одно гнилое ну как сказать все остальные хорошие а это гнилое и подождать чуть-чуть пройдет время появится еще одно гнилое второе третье если эти яблоки мы не перебрали может в америке это не совсем понятно но это тоже происходит приходится ухаживать или заботиться о фруктах овощах если мы не перебрали эти яблоки то весь ящик через какое-то время будет гнилой он уже будет невозможно будет пользоваться неприменимо к употреблению друзья когда мы начинаем общаться друг с другом и жаловаться так сказать до предела робота как все плохо как все ужасно как дальше уже некуда как знаете нужно поймать себя на той мысли что все-таки это неправильное состояние пред господом и это нас самих не назидает и не созидает в вере и кроме того и окружающих нас и не доставляет никакой благодати слушателям посмотрите израильтяне роптали в шатрах своих и где-то они выражали возмущение друг другом моисея мароном еще кем-то там почему моисея жена не такая как они не израильтянка и так далее а оказалось бог говорит вы ропщите на меня господи мы вроде в небо не плюем мы просто так все о жизни о том все как нам плохо друзья это важно действительно что мы говорим и какие результаты приносят наши слова какое учение мы исповедуем в нашей жизни в наших словах не оскорбляйте святого духа божия раздражение ярость гнев крик злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас это как будто каким-то бандитом написано церкви братья сестры в ефесах он пишет церкви посмотрите дело в том что святой дух живет в каждом из нас и если где-то нас ну так сказать уже наша плоть не выдерживает нас прорвало то этим оскорбляется сам дух божий сам дух святой апостол павел пишет не оскорбляйте не делайте этого и конкретно называет раздражение ярость гнев крик злоречия и всякая злоба откуда мы этого всего набрались где оно а как человек говорит у меня ну вырвалось святым кулаком по грешной голове вырвалось друзья оно нужно следить что у нас внутри чем оно не вырвется ничего плохого если туда что что загрузили то и на выходе есть очень важно чтобы мы следили и в этом за собой и он дает нам совет будьте друг ко другу добры сострадательны прощайте друг друга как и Бог во Христе простил вас оказывается нам нравится прощение когда Бог нас купил простил оправдал помиловал и это принимаем мы как задолженное но для того чтобы быть добрым сострадательным прощать друг друга нам нужно приложить определенные усилия для того чтобы не оскорблялся дух божий для того чтобы мы не оскорбляли духа святого и вот вот такое приземленное учение о котором мы говорим оно должно быть жить мы в нем живем его проповедуем его проповедуем своей жизни проявляем своей жизни делимся друг с другом почему это важно последнее место эфесянам 4 12 к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова не унывайте друзья если мы что-то в себе нашли из перечисленного у нас сегодня если Бог продлит жизнь завтра вчера мы уже не вернем есть возможность совершаться он говорит что в церкви Господь дал довольно благодати для каждого и у каждого есть свои дарования для чего для совершения нас с вами вместе каждого кто в чем нуждается в свою член в свою меру каждого члена для совершения святых и в книге откровения мы читаем такие ободряющие слова святой да освящается еще наш процесс освящения процесс совершения закончится когда закончится наш земной путь на этой земле и это великая благодать Божия и это привилегия и милость Господа что пока мы находимся здесь мы имеем эту возможность мы имеем право имеем привилегию благодать милость Божию для того чтобы совершаться или изменяться в образ или в меру полного возраста Христова да благословит вас и нас в этом Господь Аминь Божию